Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы обсудить с вами такую тему, насколько же ехать на работу в Чехию. Мы рассмотрим трехмесячную визу, полугодовую, сезонную и двугодовую карту. Насколько же мне поехать? Очень часто думает человек, когда хочет поехать за границу первый раз. Сегодня я помогу вам в этом разобраться. Давайте начнем с трехмесячной рабочей визы. Трехмесячная рабочая виза в Чехию это виза для того, чтобы вы поехали на работу, познакомились со страной, с людьми, с менталитетом, заработали какую-то энную сумму и чтобы понимать, интересно ли вам эта страна для того, чтобы поехать туда на более продолжительный период. Есть также очень много людей, которые ездят регулярно в Чехию по трехмесячным коротким визам, и они не планируют получать более длительные визы, потому что оно им не нужно. А все это из-за того, что людям выгодно поехать на три месяца в Чехию, заработать хорошую сумму, вернуться в Украину, переждать коридор три месяца и снова обратно поехать. То есть таким образом вы работаете так называемым вахтенным периодом, вы на работе три через три, и в принципе это удобно. Также очень часто люди ездят на заработки во время своего отпуска для того, чтобы можно было заработать дополнительные деньги. Еще одним плюсом краткосрочной рабочей визы является то, что вы можете приехать на работу, зарекомендовать себя как хороший сотрудник, отработать какое-то время, и работодатель вам сделает уже в будущем документы на два года. В общем, краткосрочная виза интересна тем, что она делается быстрее, чем двухгодовая виза. Если вас обманули на работе или предоставили некачественную работу, вы всегда можете поменять вакансию, но главное, чтобы ваше приглашение подходило под нужный КВД этого работодателя. Также я считаю плюсом то, что вы сильно не соскучитесь за домом, потому что три месяца пролетят очень быстро, вы не успеете заметить, и вы уже будете дома. И также заработаете неплохие деньги. И уже дальше будете понимать, интересно ли вам эта страна на будущее, или будете рассматривать другой вариант. Однозначно, если выйти на работу первый раз за границу, я рекомендую рассмотреть именно этот вариант. А мы с вами переходим к рабочей визе в Чехию на два года. Двугодовая рабочая карта в Чехию или тривалый побыд – это очень перспективная виза. Именно она вам дает право не просто проработать в Чехии два года, а потом получить уже продление прямо по месту и получить ПМЖ. То есть ВНЖ – это у нас временное место проживания, а ПМЖ – это постоянное место проживания. Помимо работы для основания получения ПМЖ также является воссоединение семьи, чешское происхождение, усыновление ребенка гражданина Чехии. Но страну вы можете покидать не более чем на 6 месяцев подряд. Для оформления ПМЖ вам нужно будет подтвердить ваше знание чешского языка на уровне А2, сдав экзамен в одной из языковых школ от департамента беженства и миграции. То есть двугодовую рабочую визу нужно рассматривать тем людям, которые планируют ехать только на перспективу, оставаться там уже на более длительный период. То есть я не говорю, что вы туда переедете и будете жить там всю свою оставшуюся жизнь. Нет, вы можете поехать на 2 года, продлиться потом еще на 2 года, то есть суммарно уже прожить 4 года и потом понять, что, например, Чехия – это не ваша страна, но за этот период вы заработаете деньги, получите колоссальный опыт и можете вернуться в Украину. И я уверен, что даже если вы потом перехотите получать ПМЖ и вернетесь домой, вы много для себя пересмотрите. И, возможно, ваша жизнь кардинально поменяется. А, возможно, вы захотите поехать в другую страну. Но, друзья, если вы планируете изначально ехать сразу на двугодовую рабочую карту, вы должны понимать, что у вас будет много трудностей, сложностей и в целом будет очень много чего нового. И не всегда стоит сразу делать длительную визу, потому что вы можете ошибиться. Как минимум, вы можете потерять очень много денег и очень много времени. А за это время вы могли поехать уже по короткой визе, поработать 90 дней и понимать, интересно ли вам эта страна или нет. Еще в Чехии есть такая виза, как сезонная виза. Эта виза выдается на полгода и она достаточно редкая. Сейчас объясню, почему. Эта виза не выдается вам на какой-то завод, производство, склад и так далее. Она выдается только на особые сферы. Именно те сферы, которые работают в определенный сезон. Это садоводство, животноводство, охота и связанные с ними все услуги. Лесничество и лесозаготовка. Организация проживания, питание и снабжение продуктов. Спорт, развлечение и отдых. Обычно на эту работу можно поехать на какую-то ферму, собирать клубнику, ягоды, смотреть за животными, следить за урожаем или выращивать животных. На самом деле виза достаточно редкая на сегодняшний день, потому что она очень узкоспециализированная. И там работа очень сильно привязана к сезону. Но все фермерские работы очень сильно привязаны к погоде. То есть погода бывает тоже разная. И сейчас в наше время погода может быть очень разной и непредсказуемой. Но самый большой минус этой полугодовой визы в том, что вы работу другую подобрать уже себе не сможете. Конечно, возможно, что ваш работодатель предоставит вам какую-то другую работу в каком-то помещении или теплице. Но это как вам уже повезет. В общем, ехать в Чехию по полугодовой рабочей визе дело такое. Но не путайте полугодовую рабочую чешскую визу и полугодовую рабочую польскую визу. Мы сейчас с вами говорим за чешскую. Если мы говорим за польскую визу, тогда вы везде работаете нелегально. То есть это может быть и фермерство, и заводы, и склады, производство, фабрики, пекарни и так далее. Абсолютно на всех работах вы работаете нелегально. Даже если ваша компания, которая делала вам документы, говорит, что вы работаете легально по легализации, я вам даю 95%, что скорее всего это не так. Ну и давайте подведем с вами выводы данного видео. В Чехию можно ехать по краткосрочной визе трехмесячной, по полугодовой рабочей сезонной визе и по двухгодовой рабочей карте, которая дает вам право получить ПМЖ. Если вам интересен мой совет, я бы изначально поехал по краткосрочной визе, поработал бы, посмотрел бы на страну, на работу, и возможно потом бы поехал уже на эту вакансию, на которой я работал изначально, уже по более длительной визе. А там через 2-4 года я уже буду понимать, интересно ли мне эта страна в будущем или нет. Потому что за 4 года я столкнусь с абсолютно разными ситуациями, и я смогу понимать, смогу ли я жить в этой стране дальше и строить там какие-то свои планы. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо работы в Чехии, обязательно пишите в комментариях, я вам буду рад ответить. Также обязательно пишите, какие бы вы хотели видеть новые видео на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите обязательно на колокольчик, и до скорых встреч!